Хочу заняться собой и сесть. А мне они не помогли, Крэст. Не, мне, кстати, понравились очень крутые. В Сочи бываю нечасто, но теперь буду чаще там бывать. Привет, привет. Привет, Токаминько, спасибо. Барзиков. Я вообще-то, в отличие от некоторых, так работаю, что мне положено не то что обжираться, как тебе попасть на курсы. Девочки, я выставляю номер телефона студии, вы можете туда позвонить и записаться на обучение, либо написать в WhatsApp, и вам все ответят, все подробно расскажут про обучение, что для этого необходимо сделать, и все. Как отдохнула? Ну, я не могу сказать, что я в Сочи отдыхала, все равно я приезжала в салон, была на работе. Ты это говоришь каждую неделю про диету, потому что я на ней сейчас не сижу. А вы постоянно задаете вопросы по поводу диеты. Как в Сочи спасалась от сгоревшей кожи? Купила бипонтен, намазалась, и плюс еще детским кремом, и прям вообще круто. Спасибо, спасибо. Красивое очень, спасибо. Не понимаю, кто-то, видимо, по клавиатуре вот так вот просто стучит, да? В Сочи вода грязная. Кстати, нет, море было чисто, но я в море не купалась, потому что для меня оно очень холодное, и я сто процентов бы заболела. Ты отдыхала на центральном пляже, где курортный проспект? Я отдыхала... Блин. У них там еще торговый центр, кофемания там, да, наверное, это центральный пляж. Нет, кожа не облезла, но, знаете, все может быть, потому что не сразу же облезает, а может через какое-то время. Какой лак используешь? Лаком не крашу. Самая милая девушка, спасибо. Такая милая, домашняя, да. Я, честно, подустала за эти несколько дней. Привет, привет. Танюш, можно ли научиться наращивать, сложно ли? Нет, главное терпение и желание, и все получится. У всех все получается. Хотя, в принципе, приходят девочки, которые даже пинцет в руках не держали, и все у всех получается. Каким лаком красишь ногти? Лаком не крашу. Это наращенные, с укреплением. Привет. Да, я очень устала. Очень-очень. Хочу, чтобы ты замуж вышла. Почему свою длину волос не хочешь оставить? Не знаю, мне некомфортно. Я люблю длинные волосы, а блондинкам очень сложно отрастить. У тебя есть парень. Какая процедура для сужения носика? Девочки колят просто, не знаю, что за вещество, какой-то жиросжигатель, и вот он сужает кончик носа. Круто, я очень хочу научиться наращивать ресницы. Мы научим. Записывайтесь к нам в студию. Все покажем, все расскажем, все сделайте. Помадами я тоже не крашу. Я крашу карандашами. Love you. Да, гиалуронка. Но на самом деле они почему-то по камере кажутся намного больше, чем в жизни. Всегда смотрю твои видео и сторис, и всегда поднимается настроение. Такое позитивное и веселое. Спасибо, я стараюсь вас радовать. Сколько тебе лет? Вот 3 октября мне уже будет 27. Что-то сонный вид. Не сонный, усталый. А потом через несколько лет разве не расплывается по носу где-то я это... Нет. Это жидкость, это вещество, которое вкалывает, не знаю, как оно правильно называется, оно просто рассасывается, и нос принимает такую же обратную форму, как и был. Как прошел сегодняшний день? Хорошо прошел. Была весь день на работе. Танечка, а почему? Да, пользуюсь. Ты очень милая. Спасибо. Я бы лет 22. Спасибо. Привет, привет. По поводу обучения, девочки, все вопросы в личку я всем отвечу. На тренировках, честно, я не была уже долго. Уже, наверное, недели 2 или 3. Просто у меня вообще нет времени. У меня нет времени даже привести волосы в порядок, ногти. Не говоря уже о спортзале. Что поможет от перхоти, не знаю. В интернете. Думаю, что вам лучше почитать. Привет. Я по гороскопу весы. Встречалась бы с парнем, который младше тебя. Да. Где я планирую отмечать день рождения? Честно, не планирую его отмечать. Как-то я стала к своему день рождения относиться очень так спокойно. И уже не хочется вот этих вот гулянок показушных. Хочется какого-то спокойствия. И, скажу честно, наверное, лучше бы даже домой улетела. Но возможности пока нет, потому что очень много работы. Нет, Камки Биши не удалял. Это очень приятно на тобой наблюдать. Спасибо. Отвечу. Таня, можно с тобой где-то лично пообщаться? Очень нужно. Напишите мне в директ. Нет, с Рудневым уже давно не общаемся. У меня тоже 3 октября. Круто. Это старость. Да. Я согласна с вами. Это точно. Это прям самая настоящая старость. Если нет времени, значит, бабосики зарабатываешь. Именно этим и занимаюсь. Да, золото на шум. Представляете, была на съемках позавчера. Снимались мы в клипе. Вот. Ну, не разрешили выставлять сториз. И вообще, наверное, даже нельзя разглашать информацию. Ну, хотя, в принципе, можно. Убузовай. Так что скоро выйдет клип с моим участием. Участники Дома 2. Действующие, бывшие. И, в общем, прикольно. Не знаю, конечно, сколько там будут показывать. Секунд, минут. Но было прикольно. Моего сыночка 3 октября. Надин, ты строгая на работе? Нет. Я не могу сказать, что я строгая. У меня нет вот этого командного какого-то тона. Я с девочками, в принципе, со всеми на равных. Они мастера, я мастер. Поэтому, в принципе, у меня нет вот этого момента, что я открыла салон, значит, я должна тут всем командовать. Абсолютно нет. Есть определенные требования, которые я прошу, да, там, соблюдать. И все. Как думаешь, если кушать арбуз целый день, можно поправиться? Я не знаю. И у меня 3 октября ничего себе, сколько вас. Книжку на данный момент никакую не читаю, правда скажу. И у меня нет времени. Я сплю по 6-7 часов. А для меня это мало, потому что я люблю спать минимум 8. Поэтому я, когда прихожу домой, я искупалась, перекусила, немножко посидела в Инстаграме. И все. И сразу же спать. Потому что завтра опять на работу. И так по кругу вообще себе задала какой-то такой бешеный ритм. Зачем мужчина тут пишет какие-то оскорбления? Каким кремом пользуешься перед нанесением тональной основы? Вообще никаким не пользуюсь, девочки. В принципе, не люблю крема перед нанесением тона, потому что кожа становится жирной. Танюш, привет. Любимая страна, город, где бы ты хотела жить, или Москва? Честно, очень любила Америку. Но недавно произошел очень жесткий случай со мной. Меня обманули мошенники на очень-очень приличную сумму. Ну, по крайней мере, для меня это большие деньги. Из-за того, что я хотела сделать себе визу в Америку. И мне попались аферисты. Честно скажу, вот две недели. Это было начало сентября. Очень-очень тяжелые были в моральном плане. И, во-первых, и работы. Я очень рада, что у меня в этот момент вот я загрузила себя работой. Иначе, мне кажется, я вообще бы сошла с ума. Вот, поэтому... Хотела жить в Америке. Сейчас я не знаю. Я как-то успокоилась. Я вообще поняла, что я иногда настолько... Как это... Блин, как это слово называется? Мозг? Мозг нет. А, вот, одержима. Я иногда настолько одержима своими какими-то желаниями. И тут так все подвернулось. И эти мошенники так все четко спланировали, что вот я попалась. Сейчас не могу назвать страну, в которой я бы хотела жить. Меня, в принципе, все устраивает в Москве. Еще много чего надо здесь сделать. А там... А там неизвестно, как судьба сложится. Все, может быть, может куда-то перееду, а может и нет. Может, буду в Москве. Не знаю. Каким шампунем? Шампунь вообще самый обычный у меня. Блин, не помню, какой у меня сейчас. Если честно, их много. А маску я люблю лейбл. Красную. Все, что не делается, все к лучшему. Да, и знаете, я тоже так считаю, что когда мы что-то теряем, там, драгоценности, деньги, кто-то говорит, что мы откупаемся от своих каких-то там грехов или наоборот, могло что-то худшее произойти там, со здоровьем или еще что-то. Вот. Либо еще есть такая теория, что наоборот, прибудет в три раза больше. Поэтому, не знаю, посмотрим. Что ты за день кушаешь? Ой, сейчас вообще, ребят, ем вообще все подряд. Английский совсем чуть-чуть. Спасибо. Спасибо вам. Привет-привет. Ну, или чему быть, тому не виноват, да. Ладно, буду я со всеми прощаться. Хочу нормально уже поесть арбуз, посмотреть телевизор. Вот. Если кому-то, у кого-то есть какие-то вопросы, пишите под последней фоткой, либо...